Ребята, всем привет! Вы на канале Роман Гоу и вы попали на автопробег, на то самое автопутешествие, в котором мы никуда не торопимся, никуда не спешим, в котором мы купаемся в каждой реке, залезаем на каждую гору, наслаждаемся природой, ну и вообще смотрим нашу необъятную страну. Открою вам небольшой секрет просмотра этих видеоблогов по автопутешествиям, а именно их нужно смотреть от самого начала и до самого конца, чтобы ничего не пропустить. Я часто читаю комментарии, а я читаю их все, и я знаю даже всех хейтеров, даже знаю, где они живут, их адреса, и там я вижу вопросы, которые я озвучил в своих видеороликах, там видео или два назад я об этом говорил, и тут об этом спрашивают, вот об этом я и говорю. А также не забываем, конечно же, подписаться на этот каналчик, поставить колокольчик, диндеринь, влепить лайк. Ну в конце, конечно же, мнение свое напишите, что вы по всему этому поводу думаете. Это мой черный бриллиант, это K-Car Honda N-Wagon с мотором 660 кубиков. Я в нем живу, я в нем ем, я в нем сплю, все это увидите на канале. Но не будем откладывать в долгий ящик, гоу по России! Эта машина, она чувствует каждую горочку. Вроде едешь, да блин, по прямой еду, какой нафиг 4000 оборотов? Вот смотрите, ну прямая дорога и прямая. Нет, нет, она чувствует, знаете, вот как на велосипеде ездишь когда, вроде на машине едешь по этим дорогам, но как бы едешь и едешь, и не чувствуешь, если там не такая гора, ты это не замечаешь. А на велике ты сразу же понимаешь, что вот здесь горочка, здесь спуск. Так что вот, вот, вот. Чувствительная машинка. А вот и ремонт дорог. Надо уже, наверное, привыкнуть и смириться, что ремонтов будет много. Сейчас лето, причем ремонт конкретный такой, но здесь не как в районе находки. То есть там реально мы стояли и стояли, а здесь как-то то ли трафика меньше, то ли что. Хотя тоже достаточно долго уже едем по ремонту. В общем, фрукты продаются сразу. Супех! Обед 350 рублей, охренеть, блин. Они еще и хвастаются этим. Да на 350 рублей, ну не знаю, сколько набрать в столовке можно. Вот даже сегодня я ел на 200 с копейками, ну и то я там пару булочек в дорогу взял еще. 350 рублей, ну это жесть, этим хвастаться точно не стоит. Расход он скидывал 100 километров назад. Сейчас он показывает 24 километра на литр. Это получается у нас, ну чуть больше 4 литров на сотку. Еду 90, ну сейчас вот за этим грузовиком, сейчас там узкая дорога была, колеечка такая собралась. Ну как бы, что мне, геройствовать я не стал. За всеми ехал, где-то 80 мы ехали. Еще тут подъем и спуски есть. Возможно, когда на ровной поверхности, на равнине, степя где-то, можно и до 4 литров, да, попробовать. Ну кондером я не пользуюсь, в принципе, как таковым никогда, соответственно, ну вентилятор дует. Вот смотрите, при 90 километров в час, где-то, ну, чуть меньше двух с половиной, ну, две с половиной тысячи. Короче, оборотов чуть больше 90, чуть меньше двух с половиной тысяч. Сейчас меня Honda Fit обошел, считай, по одной же полосе, по той, которой я ехал. И у меня такая мысль появилась, вот стандартная ширина полосы здесь, сколько у нас, 3-3,5 метра, да? Вот смотрите, если 3,5 метра, ну, для КамАЗа, да, скажем, КамАЗ 3,5 метра же шириной. Получается, если все будут ездить на Кейкаров, то в России станет в два раза больше дорог. То есть мы можем, ну, допустим, вот одна полоса в одну, одна в другую, да, там напряженка какая-то не обогнать. А Кейкар, Кейкара может обогнать без проблем, не создавая помеху и не выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения. Прошагал я километров 150 где-то, на одном дыхании, можно сказать. Предлагаю пойти посмотреть, что там у нас с защитным покрытием, как все это дело поживает. Фу, нифига себе здесь, у меня смотрю, что-то 30 градусов тепла показывает на градуснике там в салоне, ты, ну, что-то не поверил. Тут реально жарко, ё-моё. Вот реально от моря отъехали, там свой климат на море. Что тут у нас? Ну, это понятно, уже первые жертвы пошли, ой, уже и фары, уже и тут маленько что-то отходит. Ё-моё. Но пока ничего не отвалилось, и вот сейчас на 30 градусной жаре получается, ну, вот максимально как могло высохнуть, я думаю, так высохло уже это покрытие. Вот этот рельеф, видите, просто, ну, лепнина такая. Если честно, такие смешанные чувства у меня. Просто я не привык такие машины видеть, надеюсь, это все отмоется нормально. Жесть вообще, я реально, вот сейчас руку кладешь, и так прям это, непривычно, непонятно. Ну так, чуть влажненько, ну нормально, нормально, нормально. Учитывая то, что у меня еще пол ведра этого добра, я могу тут еще мазюкать, блин, всю дорогу. Ну, как минимум, вот защита пошла, уже сеточка пошла защищать, да? Вот уже еще одна, это предполагаемая жертва здесь лазит. Я вот не могу понять, получается, АЦО стоит, кондер выключен, на улице вот плюс 29. А почему холодным воздухом дует? Ну, не прям холодным, но почему-то где-то прохладненьким воздухом дует из воздуховодов. Проезжаю город Кировский, ну или... Поселок Кировский, наш город, на белом фоне, населенном фоне. Заехал в поселок Горные Ключи, тут течет река Уссурка. Я вот надеюсь там где-то покупаться, потому что жара жесткая. Сейчас пятый час дня, и поэтому... Самое время, самое время, сейчас хочу у местных жителей, у кого-то спросить, где здесь можно купаться. Извините, а мне не подскажете? А тут где-то купаться можно, вот на реке? Там надо будет вам доехать до подвесного моста, ставить машину и идти пешком. Спасибо. Там подвесной мост нема, шоки. Качающийся. Ага, хорошо, спасибо. Четыре тысячи населения здесь. А не подскажете, вот я на мостик подвесной правильно еду? Да, конечно, туда. Ага, спасибо. Вот как раз местечко для меня хорошее, там уже что-то военная часть какая-то начинается. Дальше путешествие будет пешеходное. Вот такая здесь остановочка, там что-то уже дамаживые, все идут по вот этой тропинке. Ну там, конечно, с кафе смелок. Вот здесь кто-то. О, вон уже все купаются. Пацаны ходят. Я так по карте посмотрел, у Сурка достаточно большая такая река. Она через лесозавод там протекает. Туда вниз уходит. Если после Японского моря там не то чтобы иной соль сыпалась, но все равно соленость такая ощущалась, небольшой дискомфорт, то сейчас я буду купаться в пресной воде и все будет вообще офигенно. Тут, я так понимаю, санаторные всякие объекты располагаются. Да, пляж, пляж, санатория, действительно. Такие прям это полянки. Вода здесь, конечно, парное молоко. Вообще не сравнить с Японским морем, очень теплое. Спокойно плаваешь, прям как в бассейне. Здесь плавают маленькие рыбки и кусают тебя. Так, покусывают, прикольно. Ну, вода, видите, прозрачная. Что-то пробую ногу, они сильнее кусают. Ааа, блин. Прям чувствуется. Тут еще и моряков куча плавает. Тоже не боятся. По 2 сантиметра всего длиной. Приятное место такое, приятное. Чисто все подстрижено. Не то что в Японском море вот забежал, выбежал, все. Ну, быстро, быстро, прям очень. И все, и так как бы все. Лягушка заквакала, и пошел дождь резко. Буквально солнце вот было. Блин, бежать надо. У меня... Ё-моё! У меня шорты и так мокрые. Охренеть! Минут 10 не хватило мне. Сейчас шпаклевку смоет нафиг в стачке. Кстати, вот, оцените. Покрытие лобового стекла сделал. Японская. Вода, видите, как стекает. И сразу вон солнышко проглядывается. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот она природа, да? Еще идет дождь потихонечку, уже там солнце светит. А мы поехали дальше. Вот такой вот поселок Горные Ключи. Тут спокойная, размеренная жизнь. Все катаются на велосипедах. Поверните направо. Вот есть даже односторонняя улица. Да, я бы хотел в таком жить поселке. Опять я в это облако заехал, блин. Но я думал, он так же быстро сейчас опять кончится. А, река называется Уссури. Вон там купались мы. А вон мостик тот, видно. Да, сейчас сразу и шпаклевку проверим на прочность. Сразу дождиком. Причем крупные капли такие. Все, выехали. Что-то я заметил, что закидало вообще просто по жести. Грязью прям. Дождик слегка брызнул. Странно, что это так? Вообще ничего не видно. Ну что, пойдем посмотрим, что там у нас со шпаклевкой. Охренеть, блин. Она вся смывается. Я думаю, чем у меня закидало? У меня эта шпаклевка закидала всю машину. Е-мое, блин. Она вся смывается. Что, она не высохла-то? Е-мое. Ужас, ужас. Надо сейчас отмывать. Я вообще недоволен таким положением дел, блин. Получается, в дождь нельзя ехать с ней. Вот смотрите, вот буквально проехал-то. Ну, конечно, капли крупные были, но проехал вот пять минут, блин, под дождем. Вот реально, пять минут и все. Все поплыло. Я думал, ну хоть какая-то стойкость будет. Я бы знал, я бы, блин, переждал этот дождь. Там пять минут постоял бы. Хрень вообще. Ну, она везде. Надо будет отмывать, получается, всех челей ее. Наверное, надо было покупать не интерьерную, ну, не для внутренних работ, а для наружных. Типа как фасадную, что ли. Вот он, поворотик у нас на лесозаводск идет. Здесь камера стояла. Все, 90 едем. Лесной. Лесной поселок рядом. Вот так вот здесь лес везде густой. На Дальнем Востоке вот именно вот такой густой лес. И сопки все в этом лесу в таком. Густая зелень прям. Зима тоже, говорят, здесь интересная, что снега мало. Но день жестянчика бывает. Такая здесь заправка. Здесь, короче, бензин разливается с пистолетом. И тут можно слить. Можно слить то, что еще не залилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, ребят, у меня мотор всего лишь 0,7-58 лошадей. Но я, как всегда, еду первый. Посмотрите. Вау. Зачем эти литры? Зачем кубатуры огромные? Не пойму. Ребят, ну пейзажи здесь вообще. У меня уже просто вне всяких похвал. Слов нету. Просто, ну не знаю, как в сказке едешь. Реально, как в сказке. Да, что-то там жесть. Пылища такая впереди. Даже ехать не хочется. Уже надо искать место для ночлега, где уже почти полдевятого. Скоро стемнеет. Ну вот, по грунтовке сколько? 50 кмч. Более-менее так можно ехать. На накаченных колесах. Офигеть, ехал по селу и узнал подписчика по пути прям. Саню. Интересно, далеко я тут доеду на своем кейкаре? Что-то, по-моему, все, приехал я. Надо мне с 6 часов вечера искать уже ночлег. Потому что сейчас уже, говорю, реально темнеет. Еще один поворотик нашел. Посмотрим, насколько здесь мне повезет. Ну, е-мое, лужи сразу какие-то. Надеюсь, не утону там. Ищу место пешком. Вон там закат. Небо красивое такое. Цветочки растут. Но здесь, там вон сразу я уже засяду, не проеду. И тут даже нигде не приткнуться, блин. На лесочке что-то не везет мне. Иду еще по одной отвилке. Вот небо, смотрите, нереально красивое вообще. Но там тоже начинаются лужи, в которые я уже не рискну. Не рискну ехать. Комаров здесь, я вам скажу, до хрена. 300 км отъехали от Владика. Вода теплая, купаться можно, но и комаров сразу много. Смотрите, моя собственная разработка. Только что изготовил москитная сеточка. Но это только на ночь. Потом, разумеется, я буду снимать. Потому что здесь гнуса дофига. Всякого разного. Сейчас здесь еще подклею. Так, тут главное не застрять уже вот здесь. Может, я, конечно, недооцениваю проходимость этого кейкара. Но тем не менее. Но вот здесь, в этом закуточке, я хочу схорониться. Ну, в смысле, спрятаться. Субтитры подогнал «Симон»